приветствую всех уже в модбокс 2019 и теперь давайте рассмотрим как здесь происходит именно скульпт мне скульпт очень интересен во всех программах поэтому вот решил и в этой программе его рассмотреть при входе в программу при ее загрузке высвечивается вот такое вот окно здесь можно выбрать именно персонажа болванку вот сферу куб тирекса и так далее закрываем это окошко и здесь вот в мешах вот в крит есть меш можно выбрать именно те же самые персонажи можно вот выбрать кар куб булл это сферу и тирекс и так далее короче все которые там есть открываем вот нашего персонажа подопытного теперича вот такой персонаж начнем сначала с того как он передвигается потому что в таком духе лепить это невозможно надо его чуть-чуть приподнять как сетка отключается здесь пока я не нашел но это уже потом рассмотрим дальше и нам нужно начать именно работу с персонажа его нужно как-то наверно поднять как-то здесь вот рассмотреть как он крутится вертится ну первое что это альт зажатый как в мае 2018 и левая кнопка мыши так теперь альт колесико передвигает по экрану и альт правая кнопка мыши приближает отдаляет также есть здесь вот вот этот вот куб который вертит крутит ну уже это дело все понятно это все просто так как его теперь передвинуть здесь вот сбоку нету sky ротации и так далее зажимаем пробел и высвечивается вот такое окно здесь есть скульпт свет так дальше кисти есть кисть есть сила нажатия ну в принципе все под рукой даже вот настройки некоторые есть которые присутствуют именно в верхней этой части нажимаем пробел левой кнопкой мыши нажимаем на вот эту вот именно как гизму здесь есть select object skyл ротация потом select face и translate вот мы его нажимаем не включился еще раз нажимаем вот он появился так колесико отдаляет приближает и теперь попробуем все это дело перенести как теперь вот сразу разберемся как работать именно вот с размером кисти и силой надавливания ну за раз уже раз она тут появилась нажимаем значит английскую b и так английская b и вот так вот введем левой кнопкой мыши все это дело вот так вот прибавляется уменьшается но здесь вот уже через b и вверх вниз водить силу не получится получается кнопка m вы зажимаете и опять же левая кнопка мыши вы видите вы вытягивается вот такая полоса сейчас я ближе подвину вот такая вот полоска выдвигается и убирается выше ниже это вот клавиша m теперь b это все уменьшает есть ну и вот теперь надо вот за эту хвостику потянуть или за центр вот этот вот мы можем вот так вот отводить вдаль также можем его приподнимать альт левая кнопка мыши вертит крутит альт зажатое колесико припускает и вот таким образом можем откорректировать зажимаем пробел возвращаемся на активно и вот этот настройки именно ротации скайл гизму ставим скайл и вот теперь можем его вытягивать можем его целым вот так вперед вытягивать и вот за эту полосочку тянуть в бок вверх как надо так ctrl z возвращает на свои места shift z возвращает на шаг вперед ctrl z на шаг назад так все это пройдено пробел опять же ротация нажимаете ротацию можно его тут вертеть крутить ну прикольная штука короче пробел чтобы выйти с этой функции select object нажимаем все мы теперь можем зайти в любую другую область это нажимаем на кисть и вот теперь опять же мы теперь можем кисточку уже просто так регулировать так через b опять же пробуем и через m сила вытягивания все это нормально ctrl z ctrl z теперь нажимаем пробел и можно куда нам попасть ну давайте попадем в скульпт нажимаем на скульпт и вот высвечивается вот такой вот теперь настройки vox bridge freeze grab smooth pinch скульпт нажимаем на скульпт и здесь вот именно есть кисточки разные remesh но это уже вспомогательные маска потом здесь есть scrape ну короче все что помогает работать не прибегая к этим кистям возможных частично так нажимаем можем нажать flat и вот так все это дело здесь появляется здесь вот такая вот flat и она именно модель выглаживает вот так вот нажимаем пробел нажимаем кисточку можем другую кисть выбрать freeze grab скульпт скульпт вот она кисточка проявляется и мы можем лепить наращивать массу ctrl z как еще тут все происходит сбоку как всегда вот присутствует размер кисти сила нажатия опять же mirror симметрия можем поставить по x и вот вы видите что теперь можно лепить по x по x симметрии так w показывает нам варфрейм также w отключает варфрейм сетку и что еще можем посмотреть насчет сетки включив w заходим в меш и здесь есть new subdivision level мы их можем так раз нажимать и вот вы видите в боку что прибавляется уже две сабдивизии также можем использовать клавиши page down это назад и page up вперед это вот переключение между именами сабдивизиями в принципе здесь вот кисточки понятно интуитивно опять же grab pinch flatten все как и в скульптис альфа 6 и в the brush тоже называется приблизительно также ну или хотя бы функции у них те же самые здесь вот нарисовано вот вытягивание есть опять же нажимаем b левая кнопка мыши от себя ведем увеличиваем и вот можно теперь потихоньку где-то вот человеку челюсть вперед подать где-то приподнять нос опустить до пусть уши и вот так вот приподнять где-то лоб ну словом можно персонаж уже с этой болванки неплохой сделать вот потом где-то добавляем уменьшаем кисточку им интенсивность тоже можно уменьшить и уже здесь можно вытянуть допустим челюсти вот так где-то что-то потом используя кисть скульпт уменьшить интенсивность еще немножко чтоб немножко накидывать массы ну и b кисточку чуть-чуть уменьшаем сейчас я приближу и вот можем так это еще много надо опять же подгадать сколько чего это уже в процессе работы будет известно сколько интенсивность добавлять вот уже понемножку добавляется уже где-то можно под накидать губы если нам где-то что-то нужно прорезать давайте уменьшим кисточку еще меньше поставим и используем по моему control так не control shift опять же сглаживает и alt не alt смотрим что здесь есть инверсия есть вот уже спасение утопающего вот такая штука и попробуем прибавить теперь интенсивность это м английская и левая кнопка мыши и попробуем через control так это вот прибавляет control да control давливает но это уже чтобы видно было интенсивность нужно чуть-чуть прибавлять корректировать так control z возвращает все назад в принципе лепить прикольно сетка ведет себя хорошо не надо каких-то там добавлений ее корректировки и так далее подстраиваться именно под лепку что еще здесь есть так здесь есть стенсил стамп это можно рисовать именно вот этой текстуркой опять же делаем побольше перо и вот вы видите что вот можно и рисовать зажимаем control control вдавливает ну надо добавить немного чтобы было хорошо добавить опять же меш сабдивизии побольше тогда уже будет текстурка накладываться более прикольно опять же можно уменьшить кисточку и попробовать провести вот увидите все прикольно наносится и вот можно использовать здесь сбоку любую так сказать текстурку альфу так stencil вот здесь уже интересное выбираем любой стенсил вот это вот высвечивается наш стенсил это как в the brush такая функция тоже есть можем подогнать модель и вот уже будем рисовать именно по стенцу уменьшим b так m интенсивность вернемся назад control z именно модель чтобы она стала гладкая чтобы на ней было что-то видно добавим теперь mesh сабдивизии чтобы уже четко так вот прям хорошо добавляется и вот вы видите что мы ведем кисточкой а вот вся вот эта текстурка преобразуется наносится на персонажа но опять же также можно рисовать наверное и аль там control ну наверно да так чтобы все это отключить жмете off stamp тоже можно нажать off и возвращаемся ctrl z для понимания опять же на гладкую модель смотрим что тут еще можно сделать так материалы есть вот можете выбрать любой материал именно сфере с которым вам удобно работать можно блестяще выбрать можно глину ну это глина мне не очень так вот такой материал есть все прикольно дальше идет у нас свет можем установить свет и подобрать к этому свету допустим вот материал темный и поставить свет допустим вот этот вот вы видите как все тут преображается все красиво хорошочка окей можете у так все поиграться здесь вот установлены вот эти всем пресеты вот вы можете выбрать настройки светлее темнее вот такая штукенция есть даже normal map вот вы можете лепить в таком вот виде можете лепить допустим вот в таком но это уже на любителя так следом здесь есть тоже раз поднялись сюда давайте рассмотрим эти окна здесь вот у нас именно то что находятся вот эти вот детали так это я отключу и поставлю немножко посветлее не знаю нет пусть на потемнее будет немножко сейчас собью настройки вот это что я тут под накидал это уже более-менее подальше идет и вот так будет виднее на наш вот симметрикал нажимаем здесь можно посмотреть включить допустим где какая симметрия с какой стороны будет происходить мира где-то так вот таким вот образом это все будет выглядеть вот так вот так вот так здесь вот таким вот образом ну в принципе прикольно cancel теперь выходим этой функции находимся ли обжиг здесь находим мир ставим офф заходим на пробел заходим на пробел и у нас не хочет она работать так скульпт включаем пробел включаем transform и вот так все это дело приподнимаем так здесь у нас есть вот цвет полностью вот то что у нас здесь находится можно включать отключать персонаж здесь можно работать с камерой также камера есть у нас здесь камера букмейк для чего она нужна нажимаем на вот эту вот эту вот это камера вот мэйк ну и как-нибудь назовем ее давайте назовем ее к мира пускай один будет и вот мы ее нажимаем ок создаем вот она создалась теперь фишка в чем alt левая кнопка мыши вы его выводите нажимаете и можно так вот несколько ракурсов сделать чтобы ее не вертеть допустим вот так вы еще ставите камеру и создаете новую эта камера нажимаете допустим пишите камера нажимаете окей и вот теперь вот появилась вторая камера если вы выводите допустим вот так вот вот так поставили нажимаете и вот вы можете камеру просто вертеть не переключаясь вот так alt левая кнопка мыши очень прикольно очень удобно так с этим вроде рассмотрели здесь все примитивно банально это значит строк дистанция вот если вы скульптом рисуете вот получается у вас именно точками рисует гладко вот сейчас я вам покажу если вы прибавите то она будет рисовать вот мягко а это вот именно с перерывами также здесь снептуку дистанция между вот этими разрывами ставится ее можно уменьшить увеличить и будет она рисовать еще приятнее это опять же под настройки вот таким а так вот она чуть-чуть подтормаживает здесь вот есть опять же steady stroke здесь уже вот прикольная стрелка показывает как она будет вести именно рисовать ну вот таким вот образом ну и флут это вот общая раздуть модель допустим так control z все это назад возвращаем вот такая прикольная фишка ничего тут сложного нет так что здесь у нас здесь есть вот base head это вот сейчас скульп стоит можно также новый создать layer его переименовать как-то допустим под скульпт и вот что-то вы если делаете уже он будет здесь делаться вот это можно допустим отключить отключить вот он есть вот его нету вот если что то так сейчас вы нарисовали вот вы нарисовали какую-то таку и вот теперь вы можете это дело отключить ее не будет вот таким вот образом ну такая вот штука так ну симметрию потом в следующем ролике рассмотрим полностью что еще тут есть есть скульпт есть paint это рисование это скульпт рисует так вот здесь есть курвы здесь вот можно рисовать так это вот нажимаем выбираем какой-нибудь цвет красный допустим так вот у нас высвечивается формат тип сохранить как ну можно png photoshop и так далее channel окей и вот теперь можно все это дело разукрашивать рисует классно программа кстати не подвисает модель сюда можно с мая 2018 импортировать там есть такая клавиша отправить в moodbox так что еще тут есть ну здесь в основном для раскраски curve tool так вот это я сейчас верну ctrl d так ctrl d для чего нужен допустим вот этот curve tool да create tool curve вот это включаем и можем нарисовать вот так вот именно сетку таким вот образом рисуем сетку что прикольно именно в moodbox что он интуитивно полностью понятен особенно после мая кто сидел здесь вообще уже прям рай так здесь можно дорисовать так здесь вот так домалевать ну и здесь чуть-чуть ее довести так вот такая получилась сетка сетку мы можем найти вот они curve 5 curve 8 сколько штук их тут есть ну и теперь через шиф давайте мы их все по выбираем так вот мы их выбрали и выбрала сетка дальше заходим в дисплей по моему так нет заходим в mesh находим create mesh from curve нажимаем вот высвечивается здесь вот максимальные настройки и так далее углубляться пока не будем жмем крит появляется у нас это close и если мы вот эту вот штуку закроем так нету вот вот эта вот штука у нас появилась вот эти все мы можем теперь вот так вот отключить вот у нас появляется вот такой вот mesh вот такая штука и вот теперь мы можем что сделать включить модель выбрать все вот эти вот опять же меши переключиться на base шет ретопа и нажать так в edit да вот в edit deselect от все теперь вот эти курвы можем отключить можем даже их через правую кнопку мыши delete курв нажать все выделить и ликвидировать их отсюда также теперь можем отключить вот вот эту штукенцию так и вот вы увидите здесь что вот она именно прописалась должна вот здесь прописаться вот таким образом жмем edit и жмем delete all вот она прописалась полностью base head вот она сетка вот так она здесь находится так теперь давайте рассмотрим теперь вот эту функцию так post tools что здесь можно сделать там включить с камеры уйти так что еще тут есть delete rename и нажимаем вот этот крит join и вот так вот голову отрезаем маскируем ее полностью здесь теперь у нас есть вот такая функция кстати move pivot есть еще тут подсказки на английском здесь есть width это вот докрашивает добавляет какие-то детали допустим вот таким вот образом ну и попробуем что-нибудь здесь покрутить вот так мы можем выкручивать здесь можем так вот наклонять вот так вытягивать что еще может получиться что еще можем тут сделать ну где-то наверное вот так вот чуть на себя и посмотрим вот вот эту функцию что тут не установлено что-то тут не включено так таким вот образом курс это вот зеркалка включилась вниз двигаем вертим вот так вот здесь вот эту теперь отключаем что будет двигаться вверх вот так вот здесь можем так так это вот подсказки здесь вот тоже select есть вот эти все передвижения и вот эти штуки помогают сетку подправить но это уже в следующем ролике покажу и вот такая вот развертка здесь есть вот этой модели которую можно сделать также можно рендер делать здесь функций очень много подправлять лепить ну словом прикольная программка сохранить можно выход импорт экспорт все в принципе стандартно мэши здесь есть курвы все вот эти крит это все что вот здесь есть UV map delete delete UV sculpt using map ну в принципе тоже интуитивно все понятно windows экспорт current потом properties вот brush камера геометрия лихт материалы select image plan работать тут тоже можно с планом наносить как-то рисунок но это уже опять же другая тема хотелось в этот раз рассмотреть только именно вот эти вот приколюхи по скульпту ну ну вот такой вот обзор мутбокс 2019 получился по этой программке буду еще делать модели смотреть как все это дело здесь происходит красится мне вот интересно даже развертка как все это дело сохраняется в следующих роликах я это все постараюсь рассмотреть и вам это все дело преподать ну не серчайте если не дюжить профессионально и какие-то моменты упустил все всем пока до свидания не 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 Продолжение следует...